Книга открытым оком, тема коммунизм, том 29, вопрос 4004. Заграничные до последнего времени считали избранных в Советском Союзе патриархов незаконными. Почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть канонические правила, регламентирующие избрание. А они были нарушены грубо и полно. Цитата. Собор епископов Русской Православной Церкви за границей 1 по старому стилю 14 сентября 1971 года имели суждение о состоявшемся в Москве с 30 мая по 2 июня сего года собрании, именующем себя Всероссийским Церковным Собором для избрания Патриарха Московского и всея Руси. Это собрание объявило митрополита Пимена избранным на означенный престол. Обсудив все обстоятельства этого собрания, Собор епископов, представляющих свободную часть Русской Православной Церкви, пришел к следующему заключению. Для избрания главы Паместной Церкви необходимо, чтобы это избрание было совершено по законам данной церкви и было бы свободным, являясь подлинным выражением ее голоса. Второе. В 1917 году Всероссийский Собор принял определение о восстановлении в России патриаршества и избрал на патриарше престол Святейшего Патриарха Тихона. В состав этого собора входили все канонические поставленные епископы Российской Церкви, избранные от епархии представители Клира и Мирян, и приглашенные Синодом на основании составленного им положения представители монашествующего духовенства и православных духовных академий. Все представители от епархии были свободно избраны на трехстепенных выборах – приходских, благочиннических и епархиальных собраниях. Самые выборы патриарха совершались по чину, который обеспечивал свободу в указании кандидатов для избрания. Последние намечались тайным голосованием, причем первоначально было указано много кандидатов. Из их числа последовательным отбором получивших наибольшее число голосов было указано три кандидата, из коих один был окончательно избран по жеребию. Такая система выборов, обеспечивающая полную свободу и утвержденная Всероссийским Церковным Собором, никогда не была отменена свободным и равнозначащим ему собором. Поэтому выборы патриархов, совершенные в ином порядке, не будучи свободными, не выражают голоса Русской Православной Церкви и не являются законными. К таковым незаконным выборам относятся не только выборы нынешнего, именующего себя патриархом Пимена, но и выборы двух его предшественников, Сергия Строгородского и Алексея Симанского. Сторонники их не могут в оправдании этих выборов говорить о внешних условиях гонения на веру, как препятствующих осуществлению законного порядка выборов, потому что, вопреки очевидности, они постоянно твердят о якобы полной свободе религии в Советском Союзе. Подобные заявления делал и ныне избранный патриарх Пимен. При всех трех выборах патриархов никто не решился и не имел возможности назвать какого-либо кандидата, кроме заранее указанного представителями гражданской власти. 3. Нарушение законного преемства высшей церковной власти в Российской Церкви началось с 1927 года, когда тогдашний заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Нижегородский Сергий нарушил указания митрополита Крутицкого, которого он замещал, и подписал соглашение с атеистической гражданской властью, на каковое не соглашались ни митрополит Петр, ни другие старейшие иерархи. 4. Советская власть стала заключать в тюрьму всех несогласных с митрополитом Сергием иерархов, расчищая ему таким образом путь к возглавлению русской церкви. 5. Он со своей стороны, не считаясь со старейшими иерархами, составил сенот по своему личному назначению, и при жизни митрополита Крутицкого Петра, которому по положению принадлежало правление московской иерархии, незаконно присвоил себе титул блаженнейшего митрополита московского с правом ношения двух поногей. В 1943 году по указанию безбожника и злейшего гонителя церкви Сталина он во исполнение политических планов последнего наскоро в 4 дня собрал соборы освобожденных для этого Сталиным из тюрьм по особому подбору епископов, в коем, считая самого митрополита Сергия, было только 19 епископов, которые и избрали его патриархом. В 1945 году после кончины патриарха Сергия митрополит ленинградский Алексий собрал собор, на который были приглашены и представители автокефальных церквей. Собор, кроме незадолго до того рукоположенных епископов, составлял из представителей клира и мирян, подобранных без выборов, предусмотренных о выборах патриарха и покорно выполняя указания атеистической гражданской власти. Единогласно выбрал патриарха митрополита Алексия Ленинградского. По смерти последнего, таким же незаконным порядком был составлен в нынешнем году так называемый Всероссийский собор для избрания патриарха митрополита Пимена. не столько известного благочестием по богословским показаниям, поскольку он не получил никакого богословского образования, сколько своим усердием в исполнении указаний... так, простите... не столько известного благочестием и богословскими познаниями, сколько, поскольку он не получил никакого богословского образования, сколько своим усердием в исполнении указаний атеистической власти, направленных к разрушению церкви и проведению политических планов советского правительства. Все выборы патриархов в Москве, начиная с 1943 года, являются недействительными на основании 30-го правила святых апостолов и 3-го правила 7-го Вселенского собора, согласно которому ащи, который епископ мирских начальников употребит, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним. Значения, которые придавали такому преступлению отцы Вселенского собора, яствуют из самого факта необычного для церковных правил двойного наказания за нарушение его, то есть не только извержением из сана, но и отлучением. Знаменитый толкователь канонов епископ Далматинский Никодим дает следующее пояснение к 30-му правилу святых апостолов. Если церковь осуждала незаконное влияние светской власти при поставлении епископа в то время, когда государи были христианами, то тем более, следовательно, она должна была осуждать это, когда последние были язычниками и тем более тяжкие наказания она должна была налагать на виновных, которые не стыдились обращаться за помощью к языческим государям и подчиненным им властям, чтобы только получить епископство. Настоящее 30-е правило и имеет в виду подобные случаи. Если в опровержении этого положения приводят примеры некоторых константинопольских патриархов, возводимых на престол по произволу турецких султанов, то на этом можно сказать, что никакая аномалия не может быть признаваема нормой и одно нарушение канонов не может оправдать другое. Принимая во внимание все вышеизложенные основания, архиерейский собор Русской Православной Церкви за границей, как представляющий свободную часть Русской Церкви, определяет избрание Пимена из Векова патриархом московским и всей Руси на именующем себя Серапсийским церковным собором в Москве 2 июня сего года в силу Тридцатого Правила Святых Апостолов и Третьего Правила Седьмого Вселенского Собора и других, приведенных в настоящем определении оснований, признает незаконными и недействительными и все его акты и распоряжения не именующими никакой силы. не имеющими простите никакой силы. Псалом 36-38 А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. Притчи 11-6 Правда Прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Исайя 3-11 А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Исайя 55-7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он милостив. Ибо он много милостив. Простите. Если бы все лишнее убрать, все зубцы надстройки украшения, наш расход уменьшится сто крат, без добавок меньше будет скверны. Как к апостольской вернуться красоте, без накруток и нагрузок разных, без монашеских затворов и затей, чтоб добавок тех чурались как заразы. Нет продыху от преданий старцев, старчества в почете у болящих, только через них дорожку ищут к царству, утешенье, мол, у них одних обрящут. Сколько это же у старцев разных лиц, жмутся к ним и ручки им целуют, падают с благоговением ниц, не помыслит, не лезут, ни к козлу ли, проще некуда развить воображение, ни к апостолам народ с утра толпится, с каждым ли евангельский прожектор, и колодцы с родниковой чистой, и колодцы с родниковой чистой, лишнего лишиться безоглядно, зная точно, в чем и где излишки, выдрав изо рта епископские кляпы, пусть от нас все проповедь услышат, с лишним жиром диабет лютует, лютует, и со сном излишним столько вони, где беда, лети быстрее пули, болью ближнего прожаренный застонешь, лишнего при гневе не промолвить, при незнании смолчать до прояснения, сказанное точно Библии просолим, только Бог все в полноте объемлет, лишнее все время, все вовремя раздать, подводя итог под неизлишним, той вдовице лептам двум подстать, и свои гроши смеясь припишем, 11 сентября 2008 год Игнатий Лапкин клей 20 год с год с , и кроем д до 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 Продолжение следует...